друзья всем привет у нас через пару-тройку дней начинается забой и я таки успел сделать бойню завел электричество воду воду я вот отсюда из курятника завел здесь сделал так скажем основные моменты по водоснабжению курятника но об этом если нужно я сделал отдельный ролик ну что пойдемте смотреть вот такие панели бушные лдсп от шкафов мы будем использовать для внутренней обшивки наших стен нашей бойни значит где взять постоянные зрители канала уже знают для вновь присоединившихся я скажу что взять их можно на московской помойке частенько такие вещи выбрасывают люди на помойку вот я свое время подобрал и вот они до сих пор у меня еще в наличии как говорится но уже последний запас так скажем ну как бы использовать что-то здесь дорогостоящие хорошие не вижу смысла если не захочется эстетических изысков до потом после какого-то времени я просто откручу все это дело делаю съемным и здесь обошью все красным деревом когда я стану этим магнатом куриным я могу уже думаю что себе такое позволить вот но пока в общем мы будем вот так вот ограничимся вот такими панелями вот отверстия вот эти я и сколы сейчас вот такие вот сколы и отверстия просто просили коню чтобы туда вода не попадала за за тут отделку и на этом ограничимся я думаю так что так вот бесплатно можно сказать делаем обшивку внутреннюю так пилим лдсп вот на таких вот козлах распашонках значит они очень удобно регулируются вот степени раскрытия цепочка вот этой вот в общем классная штука значит привез я последний на этот раз точно последний материал из того дома больше такого материала нет углы значит закрыл уголками вот у меня в гараже они стояли и мешались не знаю куда их применить и в общем суда я применил не то что и я это сделал за того что здесь вот примыкание плохо выполнено не плотно все плотно было сделано но на чем бы показать ну допустим вот если взять что это угол то вот эти вот торцы панели да они не защищены ничем то есть я я предполагаю что у меня будет возможность быстренько вот так вот махнуть из лейки из шланга стены от перьев от всего подобного и в углах соответственно бы разбухало все это дело конечно это меня не гарантирует от разбухания вот в этих местах но здесь вот кое-где есть окромлена пластиком кромка где-то нет вот на этих панелях почти везде есть в общем я не буду прямо плевать стоять но так чтоб смахнуть там какую-то грязь перья я думаю что это мне будет доступна такая функция вот так у нас выглядит готовый вариант убрал я мобильную стойку сделал стационарную это позволило мне как бы здесь сохранить пространство полезное да и снег чистить будет удобнее и доступ есть это все убирается в общем не показалось что не нужна здесь то стойка громоздкой я сделал такую вот аккуратненько значит здесь два столба землю на 7 сантиметров копаны и здесь это вот рамка на болтах тоже если что и можно снять переделать там и так далее и 4 конуса под 4 птицы про конуса я наверное отдельно поговорю я надеюсь что я нашел оптимальный вариант для себя в плане формы этого конуса да ну как бы я испробую сейчас вот забой будет если все устроит меня я еще отдельное видео об этом сниму скажу где купить сколько стоит обрезал пока один чтобы посмотреть достаточно недостаточно удобно неудобно под него уже когда здесь определюсь с размерами вот этого отверстия уже обрежу остальные емкости вот стоят на подставках вот на таких вот бетонные здесь блоки лист фанеры специально я не стал ниже опускать так неудобнее работать я сделал под себя здесь все вот мне комфортно вот в таком расположении значит емкость смотрите она стоит ближе ко мне вот это расстояние здесь 20 сантиметров там маленькая не знаю сколько сантиметров наверно пять шесть может быть вот для чего значит здесь конус вот этот вот край конуса и голова птицы она ниже вот этого борта то есть это препятствовать будет дополнительно разбрызгивание мне здесь да и получается что вот здесь вот это расстояние большое позволяет мне здесь руками работать нормально голову держать прокол производить и так далее со старой стойкой мы не расстаемся она стоит здесь возможно еще куда-то будет использоваться в общем такая конструкция позволит мне не перевешивать птицу не производить личных телодвижений с крючками с веревками вот это вот все дело просто здесь вот 4 птицы будут 4 прокола и она здесь будет спокойно стекать вот эти две взял пошел сюда ощипал там положил на опаливание вот эти две да принес 4 прокол стекают опять то же самое вот так что вот так вот этот я страховочную здесь растяжку сделал но она держится как бы стойка нормально но все равно вес приличный грубо говоря сидеть вот брать там корпус 4 килограмма стеки да будут то 8 16 килограмм но нормально она будет держаться в общем нет проблем никаких не успел конечно сейчас холодно здесь подкрасить надо некрасиво да но это я летом сделаю зачищу покрашу так в общем простойку забойную что наверное все емкости вот строительные стандартные единственное значит что вот у меня здесь для маленьких цыплят если у меня есть необходимость забоя маленьких ясто оставил вот этот конус а эти должны подходить под большой диапазон размер бролера но об этом я расскажу позже говорю попробую и сделаю отчет по этим конусом я думаю что я нашел то что искал здесь у нас свет угадайте откуда лампы правильно с помойки но уже не с московская с александровской подобрал кто-то аккуратно поставил я забрал у них проблема была у них конденсаторы высохли вот эти вот и они были разломаны все короче говоря я какие-то нашел но все равно когда включаешь пера съемку кратковременно гаснут вот я их так в канализационную трубу здесь вот поместил но работает как бы бесплатно до большой плюс так поехали дальше что у нас здесь здесь у нас здание значит где будет производиться ощупь и обжиг вот холодильник я поставил чтобы у нас всегда было в наличии холодное пиво чтобы было комфортно работать так что у нас здесь здесь у нас вот так все значит расположена опять таки как я привык у меня так машинка стояла и я привык к такому расположению так и поставил плюс питающий кабель с той стороны кнопки здесь но мне удобно удобно будет мне отсюда чистить потому что перо все равно приходится залезать доставать оттуда остатки вот здесь значит у нас корыто сливное та же самая решетка что и было здесь получается у нас вон там слив я сразу приклеил на силикон сетку редкую чтобы еще у меня в канализацию лишнего не попадала дабы не учинить проблем не себе не соседям вот так давайте по поводу слива покажу куда у нас вода будет уходить вот такой выход из помещения в канализационную трубу в пятидесятку и в основной канализационный стояк можно так сказать и в канализацию канализация у нас поселковая центральная еще при коммунизме построили пока работает так далее значит здесь у нас шпарчан вам хорошо знакомый шпарчан стоит на вот такой плитки газовый советского производства шпарчан стоит значит у нас вот я сделал из ведра вот такой обруч для более устойчивого расположения его так что еще газовая плитка для чего для того чтобы максимально быстро разогнать шпарчан если гореть его одним теном то это где-то минут 40 если греть теном и плиткой то это минут 15-20 до температуры 65 градусов поэтому я установил здесь плитку ну и плюс еще когда я буду приходить до поджигать на разогрев ставить в парчан здесь будет у меня уже тепло будет комфортно работать значит кран вот газовый кран который я буду открывать до регулировка этой плитки осуществляется вот штатным вот здесь вентилем степени его открытия регулирует не пламя почему так потому что значит газовая вот это вот магистраль у меня за параллели на с горелка для обжига вот она у меня висит горелка для обжига то есть от одного баллона и одного редуктора у меня питается вот эта горелка и газовая плитка газовый баллон стоит вот здесь насчет пива это была шутка а старый холодильник как нельзя кстати подошел мне для размещения газового баллона здесь чтобы зимой он не так сильно обмерзал да есть такая проблема вы знаете и значит он утеплен и надеюсь что здесь будет меньше обмерзания редуктор газовый вот такой видите для газосварки используется то есть у меня позволяет сделать нормальное давление на газовую горелку но для плиты она слишком большое поэтому мне приходится немножко его придушить вот тем отрегулировочным вентилем на плитке которая показал я отрегулирую отрегулировал вот это положение и все и не трогаю его открываю уже основным вентилем который у меня закреплен вот здесь вот на стене вот что еще здесь значит смотрите это у нас решетка сюда будет укладываться четыре тушки и вот так горелочкой я буду делать обжиг все так шпарчан на место ставим значит шпарчан я переделал я поменял кабель у меня был тонкий кабель на питание я поставил кабель от старого сварочного сечение у него и не знаю какой на два с половиной минимум а был у меня там вообще наверное миллиметр вот и грелся вот розетка нет это нет розетку пардон вот розетка заземлением это для шпарчана розетка без заземления это для вытяжки я сделал вытяжку потому что все таки думаю что здесь будет парить сильно и как в тумане будто кежек в тумане буду работать здесь лампа такая же у меня еще две таких есть на бюджет без конденсатора вот что тут ничего не работает да видите потому как у нас здесь саша любит перестраховаться у него здесь есть узор ой не узор это диф автомат ну в принципе это то же самое он объединяет здесь автоматический выключатель и устройство защитное отключение для чего для того чтобы все таки здесь работать я буду с водой кстати вода вот вот вода давайте я пока проводу заговорил покажу как я сделал электричество и вода у меня заведено вот отсюда и все это через раму оконную я посчитал что это минимально минимально нанесет ущерб строению в плане там отверстий ненужных и мне проще всего сделать отверстие вот в этой оконной раме что я и произвел уклон уклон от этого вот шланга он видите в эту сторону для того чтобы у нас зима живет до чтобы не чтобы меня была возможность сливать воду то есть там в помещении курятника я сделаю сливной кран через который я с той стороны могу слить воду и продуть этот шланг то есть у меня вода будет стекать часть в эту сторону часть в курятник в ту сторону сделаю сливчик там небольшой чтобы не замерзала у меня вода в шланге в тот момент когда я не эксплуатирую это помещение так что еще есть какие моменты важные я не рассказал а вот здесь у меня значит не было у меня двойного выключателя и уличный фонарь я буду запитывать через розетку потому как все что нашел закромах уже все использовал поэтому не стал ничего покупать вот так я через удлинитель через вилку буду включать уличный свет вот он у нас уличный свет здесь про экран сейчас скажу пару слов так как здесь будет открытое пламя я вот защитил стену толстым листом оцинковки это наверное 0 7 или миллиметр даже у меня были под ним два слоя базальта базальтового утеплителя по сантиметру но естественно когда я прикручиваю листы он сжимается в общем это позволит мне не подпалить как говорится самого себя если вдруг не аккуратно я горелка буду работать утеплитель защитит стену от возгорания сама оцинковка отсечет часть пламени как бы да я сделал высоко вот это но под себя если мне будет некомфортно я перейду перевы перевешу чуть ниже потому что есть такое ощущение что надо бы немного на сантиметров 5 опустить но посмотрим буду работать и уже все откорректирую шпарчан стоит вот на такой подставки то у меня резервный баллон на всякий случай если вдруг обмерзать будет уличной чтобы я мог быстренько переключиться там да и сделать обжиг с него вот здесь поставка для того чтобы у меня мог производиться слив сразу же сюда в эту живот емкость для удаления воды сюда же как говорится с пера съемки все будет сливаться вот должно работать а там посмотрим а вот еще момент значит смотрите пера съемку я поставил на более длинные ножки они у меня были но короче вот я удлинил для того чтобы меня вот здесь вот полностью открывался этот вот ручок еще даже расстояние вот здесь оставалось и задняя ножку вот видите она длиннее чем передняя чтобы то есть у меня пера съемка стоит под небольшим углом чтобы проще сливалось все и чтоб проще перу было выходить из нее так ну вот вроде бы как и все не знаю что тут еще я не рассказал вытяжка у нас тут работает мне можно из розетки вытащить а можно выключателем выключить так вот здесь у меня видите тройничок который распределяет как раз газ у меня на горелку и на плитку вот кран для плитки вот я его какую сторону забыл замерз вот я его открыл вот я его закрыл все спорчан то у меня температуру набрал я его просто перекрыл и все и дальше он работает уже от электричества поддерживать температуру так 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 ну вот вроде бы как бы я и рассказал все что хотел что-то наверное забыл если у вас будут вопросы какие-то то пишите в комментариях я на них отвечу а вот такой еще момент значит почему я не делал все в одном помещении но не вижу смысла производить забой закрытом помещении запах это грязь это разводить зачем на мой взгляд это не нужно вот это второе у нас помещение по технологическому процессу для ощупь и обжига потрошение будет вообще в отдельном месте производиться потому как ну я считаю что это безопаснее в плане бактериальной защиты там да и гигиены делать все в одном месте ну это неправильно потому как даже вот профессиональных бойнях вы знаете что есть две зоны есть зона грязная есть зона чистая и они отделены довольно таки даже через коридоры друг от друга там чем какое-то расстояние вот поэтому и сделаю я не успел еще доделать пункт потрошения как его сделаю закончу покажу